Скажите, пожалуйста, технический вопрос. Вы говорили, что вы приводили фотографии поверхности графита при давлении там много атмосфер. Как эти фотографии в принципе? Нет, это всё, что я рассказывал. Речь идёт о запрещивающей естественной поверхности. А, то есть после уже. Она хорошо видна, например, в оптической микроскопе при конгрессировании панамаса. Ну, после уже, да? После уже. Ну, и ещё один вопрос. Вы просто это самая... Вот из института высоких температур выходят две цифры по температуре плавления графита. Значит, там около 5000, и вы будете 4200, что ли. Какое вы всё-таки при нормальном давлении? Я так скажу. Я крайне отрицательно отношусь. Я считаю, что это была приятная огромная деятельность Витекера. Потом... Ну, она возбудила интерес к этому вопросу. Но вот сама цифра в одну атмосферу и в 4000 градусов Келлен, она стала везде, так сказать... И люди стали думать, что при атмосферном давлении можно растворить эту самую графику. Мои условия являются, с моей точки зрения, значит, равновесными. У меня нет никаких отрывов там электронной температуры от панона. У меня нет пикосекунд, тем-то секунд. У меня ничего этого нет. Это равновесные условия. Я вижу это самое... Сам уходил, аспиранты там это делали без меня. Я говорю, ну что, получил? 107 мм. Отранная точка. То есть при меньшем давлении не может быть... Температура, значит, я сделал очень честно. Значит, я что сделал? Я приблизил... Мне удалось расплавить график через пластинку. Я убрал приближенную на 20 микрон к образцу. Я убрал весь пар практически. В этих условиях я единственный, так сказать, в мире увидел полку плавления при лазерном нагрении. Не на конденсации, как это видели, да, где, может быть, пар конденсируется и экранирует поверхность. А именно по, так сказать, плавлению через вот этот график ситуации, температуру. То есть это действительно плавление. Его структура, которую мы получаем, да, вот такая вот, она... Но всё-таки резюме, что при нормальном давлении... При нормальном давлении не плавится. Да? Не плавится. Понятно. Всё-таки... Не плавится. Частичек, которые образовались... Как вы можете... И по термограмме. По термограмме. На термограмме пока плавление. На плавлении. И... Ну, давайте покажу ещё раз. Все флуктуации. Вот это твёрдая фаза, вот это твёрдая фаза. Вот перегиб при той же температуре, перегиб, когда мы перегрели жидкую фазу. Вот мы перегрели, тут излом. Значит, вот пока... Ну, такая же, в общем, без вот этого, что я там, так сказать, ну, как-то объясняю, но вот, пожалуйста, без этого, так сказать, вот пока. Здесь по осям что? Это время и температура, термограмма. Это измерение температуры в процессе. Вот. И второе, значит, вот это. То есть, у вас, так сказать, нету, ну, каких-то... Вот все прочие условия эксперимента те же. И вдруг вы только изменили на две атмосферы давления в камере. И у вас появляются сначала по границам дефектов, а потом, значит, и вообще, так сказать, сплошным образом появляются некие каплевидные, так сказать, образования, которые мы потом разбирали, что-то вециналии, вот то, что я о чём и рассказывал, с атомногладкими. Вся совокупность факторов, не только, значит, термограммы или не только, так сказать, вся совокупность факторов говорит, что аргон, гель, 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 гель. И сказали, что они там были достаточно толстые. Но в то же время, вы показали, что в каких-то случаях может быть графин? Ну, в таком положении, там я показывал, что когда он разрезается, там 20-30 нанометров, 20-30 слоёв со мной. Микрофон, пожалуйста. Но это был один, так сказать. Ну, надо там полазать, может быть, там есть другие. Вы оценивали поверхность натяжения. И второе, вот насколько точно поверхностная энергия отличается в два раза? Вот нет ли какого-то сильного эффекта в этом физическом? Ну, наверное, что-то есть в этом. Но давайте обсудим. Я тут не специалист, и это... Тут у меня пропала какая-то, кусок был этой таблички, там были приведены поверхностные энергии, я их не помню. Они есть. И жидкость. Жидкость, естественно, ближе... Ну, тут можно рассуждать, какая структура жидкости, да? Там же есть всякие предположения, там... Вот мы считали молекулярную динамику, у нас больше стенд у меня был. Там 50% СП жидкости. Понимаете? А, значит... Ну вот... Так-таки... Насколько жидкость близко? Размер образцов предельный. Кратер... Кратер... Ну... Около миллиметра. А, собственно говоря, размер не так важен. Всего остального. Спасибо.